Арктика В 2013 году Совет организовал обсуждение перспектив развития международного сотрудничества в Арктике. Международная конференция «Арктика. Регион развития и сотрудничества» стала местом встречи специалистов в различных областях. РСМД привлек к участию ведущих ученых, иностранных партнеров, представителей бизнес-сообщества, молодых начинающих экспертов. Без опыта международного сотрудничества, без опыта международного права трудно говорить о тех проблемах, которые должны решаться в Арктике. Мы за сотрудничество, и чем больше специалистов в разном уровне будет говорить об Арктике, тем, я думаю, что мы быстрее ищем те проблемы, которые могут возникнуть. Для выживания в Арктике людям необходимо кооперироваться. В какой бы район Арктики я ни приезжал, везде люди хотят знать, как справляются с проблемами, и ищут новые возможности другая часть этого региона. Многие жители Канады, Гренландии и США, где мы работаем, интересуются, как Россия преодолевает те же проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Арктическом регионе. Действительно, это событие, не только в истории России. Я считаю, международная конференция по Арктике, которая организует Российский совет по международным делам совместно с другими организациями, это действительно востребованное событие. Думаю, что у США и России сложились уникальные взаимоотношения в Арктике. У нас есть все возможности, чтобы подготовить почву для будущего взаимодействия с учетом взаимных интересов обеих стран. С этой точки зрения, я очень доволен тем, как организована эта конференция. Здесь, несомненно, есть большое поле для работы всех заинтересованных сторон. Есть большое поле для взаимодействия между государственными учреждениями и корпорациями. С тем, чтобы освоение Арктики шло комплексно. С использованием и задействованием всего ее потенциала. С тем, чтобы государство и бизнес хорошо понимали интересы друг друга, могли действовать совместными усилиями, повышая эффективность работы всех заинтересованных сторон. На мой взгляд, уникальная возможность поговорить и задать вопросы российским официальным лицам. Мне, как молодому исследователю, это иногда бывает, некоторые сталкиваются с некоторыми трудностями для того, чтобы с ними встретиться здесь. Вот они сидят, ты можешь задать вопрос и использовать эту возможность. Причем не только официальные лица, но также представители бизнес-структуры. Рабочим материалом РСМД для обсуждения на конференции стал доклад «Международное сотрудничество в Арктике». Работая в течение этого года над нашим докладом, который вышел, я могу для себя сделать вывод, что мы правильно угадали и выбрали темы, с которыми мы работали, мы двигаемся в правильном настроении. И одновременно дискуссии, которые у нас были, они позволили нам серьезно обогатить те представления о том, как двигаться на этих направлениях по сравнению с тем, что мы предлагали в докладе. В докладе рассматриваются четыре направления. Развитие Арктического совета, регулирование рыболовства, вопросы судоходства, проблемы гармонизации природоохранного законодательства. До недавнего времени в переговорах участвовали правительства пяти прибережных государств. При этом эти пять стран не имеют полного права на регулирование деятельности в морях Северного Ледовитого океана. В конечном счете нам необходимо будет привлекать к диалогу другие страны. К этому фактически стремится мое правительство. В будущем нам придется приглашать другие страны, которые имеют намерение заниматься рыбным промыслом в морях Северного Ледовитого океана. При этом нам нужно будет убедить их работать с нами, учитывая результаты научных исследований и базируясь на нормах права. Мы имеем гораздо большее число иностранных судов на Северноморском пути. Это и отрадные явления с одной стороны, и настораживающие явления с другой стороны, потому что Арктика предъявляет особые требования к судоходству. Появление хрестоматии РСМД «Арктический регион. Проблема международного сотрудничества» стало значимым событием для всех интересующихся динамичными процессами освоения Арктики. Тема Арктики настолько сегодня актуальна и будет оставаться актуальна на длительную перспективу, что очень важно на определенных этапах изучения этой проблемы или работы по этой проблеме, подводить итоги, обобщение и таким образом создавать платформу для дальнейшего движения вперед. Вот эта хрестоматия как раз и попытка создать такую платформу на срезе сегодняшнего дня, тех исследований, изучений, решений, которые принимались как на уровне руководства страны, так и в рамках академических исследований, и предложить дальнейший путь вперед. Проект реализуется в партнерстве с университетами и исследовательскими центрами. Северно-Арктический федеральный университет, начиная с 2010 года, осуществляет подготовку специалистов, проводит инновационные научные исследования в интересах российской Арктики. Но Арктика — это регион международного сотрудничества, международного диалога, поэтому международные составляющие у нас присутствуют везде, в сфере образования, в сфере науки, в сфере ученой работы. В 2014 году Российский совет по международным делам планирует развитие проекта по новым направлениям. То, что мы сейчас делаем в плане международного сотрудничества — только первые-первые шаги. А потенциал этого сотрудничества огромен. Причем он большой, прежде всего, в отношениях с арктическими государствами. Это приоритет нашей политики в Арктике. Также он немалый и в отношениях с неарктическими государствами, которые, мы надеемся, будут уважать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию арктических государств в Арктике. Вопросы широкого международного сотрудничества в укреплении стабильности и безопасности, в том числе в Арктическом регионе, регулярно обсуждаются и на международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которые секретарь Совета Безопасности Российской Федерации проводит, начиная с 2010 года. Есть и очень интересный блок вопросов, связанный с определением границ юрисдикции арктических государств. Вы знаете, что делимитация арктического шельфа пока еще не завершена. И Арктика – наше будущее. Все основные природные ресурсы, которые мы можем надеяться получить в будущем, для следующих поколений, они расположены в Арктике. Экологические системы этого региона чрезвычайно хрупкие. И они сегодня переживают очень сильный стресс от этих вот драматических климатических изменений. Поэтому освоение Арктики необходимо вести под строгим международным контролем, соблюдением исключительно жестких экологических норм и стандартных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова